Здрасте, как дела? Нормально. Какой ты сегодня красивый. Гостью Миша встречают при полном параде. Специалист управления опеки в этот дом приходит несколько раз в год, чтобы узнать, как живет малыш. Два года назад Елена Казакова забрала Мишу из детского дома. И теперь они семья. Я увидела его первый раз на сайте. Там были такие чудесные фотографии, целых 15 штук, что я влюбилась и поняла, что это мой мальчик. Сейчас Миши уже пять. Все время они проводят вдвоем. Мама любит меня. Я маме помогаю. Посуду мою. Повы мою. Метаю. Но если у малышей адаптация проходит практически безболезненно, то взять на воспитание подростка не все решаются. Ирина Колотева признается. Долго думали с мужем, но потом решили. Чужих детей не бывает. Когда привезли, они спрашивали, кем мы вам будем доводиться, как называть. Ирина, приемные вам родители теперь. Сегодня опекунов и приемных родителей собрали вместе. Впервые в Липецке открылся выездной консультационный пункт. Здесь говорили о льготах, выплатах, нововведениях. Одно из них – создание профессиональных семей, как альтернатива детскому дому. Тем более, что, по словам чиновников, с каждым годом в казенных стенах воспитывается все меньше малышей. Впервые мы увеличили свой процент семейного устройства из числа выявленных детей до 93,9%. То есть мы из всего общего количества выявленных деток, всего только 21 ребенок у нас ушел в организацию. Все остальные дети – в семьях. Также впервые в области появилась очередь на усыновление. Сейчас в ней 85 семей. Елена Казакова среди них. Мы ждем девочку, младшую дочку. Миша очень хочет сестренку. Я думаю, что ему тоже пора уже становиться старшим братом. И брату даже. Ну давай пока, сынок, на сестренке остановимся. Документы Елена уже собрала. Кроватка есть, одежда тоже. Двухлетняя Сонечка в этой семье появится уже через месяц. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, Юрий Талдыкин. ТВК Новости.